Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я кушаю казахское блюдо пешбармах. Я уже один раз снимала мукбанг, но это было очень давно. Очень давно и неправда. Поэтому я решила повторить. Потому что мне реально очень понравилось это блюдо. Рецепт внизу. Вы можете перейти. Приготовить. Здесь у меня еще маленькие помидорки черри. И просто вода с лимоном. Ребят, настал день икс. Сегодня я иду делать себе губы. Я выбрала очень хорошего врача. Так что не переживайте за меня. Все будет окей. Но, к сожалению, я немного пропаду из ютуба. Потому что какое-то время после этой процедуры Бывает очечность, бывают немножко синяки. И это нормально. Как я видела мем, девушка говорит, а можно без синяков? Ей врач говорит, да, можно, приходите без сосудов. Я не боюсь. Абсолютно. Я поставила в инстаграме опросник. И тут все девочки пишут, что обязательно снимай каждый шаг. Нам в инстаграм. Что, как, почем делать. Мне кажется, мастеру не будет удобно. Мастеру, почему я себя называю мастером? Врачу не будет удобно делать свою работу, когда я его снимаю. Поэтому лучше дой после. Как же вкусно. Я люблю украинский борщ. Грузинский хенгали. И казахское это блюдо. Как можно было придумать такое вкусное блюдо? Так как я все выкладываю в инстаграм. Я снимаю для вас видео для ютуба. Но я просто не понимаю смысл снимать видео для ютуба. Если как я иду, до, после. Я все снимаю для инстаграма. То есть немножко как-то странно, да? Вот соседу обязательно нужно, когда я начинаю снимать мукпанг, начинать, как дятел вот стучать. Когда мы жили в частном доме, в большом частном доме, я реально не ценила вот это вот спокойствие. А сейчас я понимаю, блин, как мы круто тогда жили. Как же круто. Без шума, без гамма. У нас соседи еще маленькие. То есть дети у них маленькие. И вот вечером ты хочешь полежать. И они... И такое ощущение, что сейчас люстра упадет тебе на голову. Пойдя, они у себя дома, и ты не можешь ничего им не запретить. Но в то же время это для тебя некомфортно. Как проходит похудение и сколько шагов в день делаете? Ну, у меня программа показывает 10 тысяч шагов. Ну, это нормально, я думаю. И сколько бы я ни ела, все равно вес снижается. Мы гуляем, не знаю, заходим в магазин, ходим по супермаркету. То есть это не скучно. И это, кстати, немножко затягивает. То есть уже как вечер мне прям хочется выйти на улицу и опять начать ходить. То есть уже как вечер мне дома находиться некомфортно. И я-то понимаю, что получается, что мои влоги как там однотипные получаются. Каждый вечер хожу по магазинам. Ну, блин, из таких вещей состоит и моя жизнь. Что поделать? Кто-то путешествует, не знаю, показывают другие страны, но моя жизнь состоит вот дом, уборка, монтаж по магазинам, что-то прикупили. Вот и все. Я лук убираю. Мне нравится вкус лука, но мне не хочется его кушать. Я помогла маме сказать, чтобы она просто не добавляла лук. Но мне нравится вкус лука. Ну, чтобы его самого не было. Мне бабушка рассказывала, что она тоже не любила лук в детстве, но потом полюбила. Пишите в комментариях, было ли у вас такое. Вчера, ребят, такую колбаску купила вкусно. Прям в жизни вкуснее этой колбасы я ничего не ела. Настолько вкусно. Очередной раз отвечаю на вопрос, почему нет фото с парнем. Потому что он этого не хочет. Он хочет сделать карьеру в той сфере, в которой не будет приветствоваться то, что ты блогер. Понимаете? Вчера, когда я снимала влог для вас, мы как бы с ним увиделись, и я хотела немножко его снять, не прям лицо, как мы гуляем за ручку и так далее. Вот такие некоторые моменты. Наснимала, а потом не вставила во влог. Не знаю, я подумала, все начнут писать. Раз показываешь, покажи полностью. Если не показываешь, вообще не показывай. Ну так, он там был, знаете, со спины и все такое. Ему нравятся блоги, он ничего плохого в этом не видит. Просто не хочет. такие вот делюшки, ребята. У меня здесь вода с лимоном, я просто обожаю воду с лимоном. Обожаю. Ну просто мне нельзя, у меня низкое давление. Иногда давление вообще падает. И мне еще, кстати, очень полезна вот как раз-таки эта ходьба. Мне нужно больше как-то физических нагрузок. А то я как бабка стала. Чуть по лестнице поднялась, все, у меня уже отдышка. Ребят, так нельзя. Просто проблема в том, что каждый раз, когда мы гуляем, мы заходим в магазины. Надо заходить в магазин и мерить. Это приводит к тому, что ты что-то покупаешь. Иногда это нужная вещь, иногда не очень нужная. не знаю, и у меня, и у мамы. К нам еще завтра присоединится жена моего двоюродного брата. Она что-то посмотрела мой влог и говорит, давайте я с вами. Я такая говорю, а что нет? Хочешь, давай, конечно, с нами. Я только за. У мамы прям боль в мышцах, но у меня, к сожалению, этого нету. Но я чувствую, хотя может быть, это самовнушение, я чувствую, что у меня ноги становятся какие-то более упругие. Скорее всего, это самовнушение, но в любом случае, это меня мотивирует дальше тоже ходить. В общем, на этом все, ребятки. Пожелайте мне удачи, всем приятного аппетита, всем пока. пока.